Продолжение следует... 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 производителям. И я думаю, что если здесь есть представители бизнеса, которые сталкивались с сертификацией худра своей жизни, знаем, что достаточно заплатить тысячу-две долларов и в результате получить долгожданный сертификат и особо не заморачиваться с контролирующими организациями. Ну и собственно говоря, к чему это привело с точки зрения потребителя? Это привело к тому, что на продовольственных рынках возникла неопределенность. А именно, некоторые производители продолжали действовать в рамках старой системы ГОСТ-Р, но внедрение данной системы достаточно затратно, потому что советские стандарты устанавливали жесткий директивный перечень правил для производства той или иной пищевой продукции. Вы понимаете, что правила, они как бы обуславливают технологию, а технология это себестоимость продукции. В свою очередь нашлись недобросовестные производители, назовем их так, которые решили поиметь дополнительную маржу и особо не заморачиваться по системе контроля качества на предприятии. Рыночная цена на продукцию примерно одинаковая. И один производитель получает маржу, другой не получает маржу, и в итоге добросовестные производители становятся перед выбором. Либо переквалифицироваться в иную область, либо убрать систему менеджера на то качество и прижиметь некачественную продукцию. Вот. Что дальше? Дальше, чтобы нам понять с точки зрения потребителя. Ведь многие наши реформаторы, особенно сейчас и не только реформаторы, это в первую очередь государственные деятели и ученые, что меня удивляет больше всего, они говорят о том, что потребитель все сделает сам. Ну как бы мы отменим государственный контроль, потребители придут на рынок, ну и как бы сам в условиях рынка примет решение, а надо ли мне покупать это молоко или не надо покупать. Ну и в результате сама организация придет к желаемому эффекту. Но они, наши реформаторы, то есть не до конца понимают специфику потребительского поведения в не теоретических, а в реальных моделях. И собственно мы попытались объяснить, а как действительно ведут себя потребители. Вот представим, что у нас есть потребители и фирма. Ну в данном случае фирма это Ёж. То есть если раньше там стародавние времена, когда не было крупных там розничных дистрибьюторских сетей, потребитель напрямую сталкивался с производителем. То есть вы приходили там на базар какого-нибудь 17 века, вы видели этого производителя, который дома печет этот хлеб, вы его покупали и в принципе если этот хлеб вам не нравился или после этого этот хлебушек вызывал у вас какое-то заболевание, вы могли пойти и этому капиталисту набить морду, грубо говоря. Либо же вы могли пожаловаться определенным контролирующим органам и этого вы производителя повесили на столбе. Ну как это делали в ряде арабских государств. У нас же сейчас для того, чтобы вам взаимодействовать, необходима вот такая рыночная структура. И в принципе вот кто может сказать, кто является собственником компании Винберда? Да я думаю, что никто. Ну там очень сложная структура собственности и большую долю в ней занимают кстати международные компании. Это к вопросу о санкциях. То есть когда ввели санкции на иностранные продукты, крупные холдинги, зарубежные, они уже давным-давно открыли производство здесь, ну и как бы производят продукцию без всяких санкций. В принципе говоря, и тем самым мы не только защемили средних и малых производителей, и там тех же самых польских фермеров, но это уже тема отдельной лекции. Вот. И этот рынок в принципе он делает так, что мы можем взаимодействовать с производителем дистанцированно через механизм цен. Ну то есть вы приходите в магазин, видите цены на это молоко, если его цена устраивает, вы покупаете. Производитель в свою очередь пытается вам показать, что именно его молочко, оно самое вкусное, самое качественное, самое лучшее. Рисует там коровку на этой бутылке, там домик в деревне, ГОСТ пишет, но только если вы бы в этом разбирались, вы понимали, что ГОСТ это не на молоко, а на бутылку. Вот. И сопровождают эту продукцию соответствующими информационными сигналами. Маркетологи над этим особо стараются. Вам же как потребителям в этих условиях, помимо того, чтобы заплатить за этот товар, вам надо еще а. найти этот товар, и б. оценить его качество. И вот на этом я бы хотел остановиться поподробнее. Что значит найти товар? Ну давайте представим себе ситуацию, что вы принимаете решение, ну сейчас немножко абстрагируемся от продуктов питания. Вы хотите купить квартиру. И вы понимаете, что рынок это там тысячи продавцов и тысячи покупателей. Знать информацию о всех ценах невозможно. Даже при современном уровне развития техники. И поэтому вы начинаете ходить и выбирать ту квартиру, которую вы хотите приобрести. Ну вот раз вы сходите, два, три, четыре, десять, двадцать. И в результате ваша предельная полезность от того, что вы ходите и смотрите все новые квартиры и подбираете цены, она будет уменьшаться. Ну потому что вы просто физически устаете выбирать. Только бабушки, наверное, могут стоять у прилавка и выбирать один продукт часами. Как правило, все вот эти транзакции, то есть приобретение продукта, они осуществляются на автомате. То есть вы подходите, видите, о, молоко, кинули в тележку в магните и пошли дальше. Почему это вы делаете именно на автомате? Потому что издержки поиска продукта, они крайне высоки. Второе, это измерение. То есть, а как измерить качество продукта? Сейчас, я думаю, многие из вас уже видели передачи там по НТВ, по России, когда абсолютно объективно или по-другому технической оценке качества, вам нужны специальные средства. Ну, у вас, как у потребителей, их, ну и у меня нет. Потому что это очень долго и неэффективно. И, следовательно, возникает вопрос, а как рынок работает в этих условиях? Может ли потребитель оценить? И мы говорим, что нет, не может. Потому что он предъявляет запрос на товар и этот запрос выражается своего рода в средней статистике, которую он имеет о данном рынке. То есть вы примерно понимаете, что молоко стоит там в диапазоне от 30 до 50 рублей. Если я проведу эксперимент и буду продавать качественное молоко, но без должных информационных сигналов за 15 рублей, я сомневаюсь, что большинство из вас его купит. Потому что, если вы ходите в магазин, вы привыкли к определенным ценам. И производители на этом наигрывают. Причем наигрывают очень колоссально. И вот эти вот все маркировки, ГОС, сделанные в СССР и так далее, они помогают вам в условиях вот этой неопределенности. Выступить лояльным потребителем к данной компании. Но по факту реальной сигнализации нет. Что в итоге происходит? В итоге происходит немножко цифр. Это данные о рынке молока города Омска. То есть специально походили, посмотрели, пособирали. То есть выборка достаточно репрезентативная. То есть получается, что доля вот этих высококачественных товаров, высококачественного молока, причем под качественным молоком мы понимаем именно то молоко, которое прошло экспертизу, техническую экспертизу и показало там, ну, достаточное содержание там необходимых полезных веществ. Вот. Также есть среднее качество и низкое качество то молоко, которое надо сразу отправлять там в утиль. Вот. И получается, что потребитель в условиях неопределенности оперируя рыночной статистикой, он думает, что молоко в среднем должно стоить 37,4 рубля. Но это среднее приближение, например, 37,38. И мы видим, что предложение молока у производителей высокого качества, оно меньше той цены, по которой вы готовы купить данный товар. И в итоге это приводит к тому, что производители товара высокого качества не способны выживать на данном рынке. Ну, потому что потребители покупают под 37, 39 это минимальная цена предложения, то есть себестоимость вот этих 2 единицы условных вы не покрываете, производитель терпит убытки, уходит с рынка либо занижает качество. И в результате неопределенность приводит не тому, что потребитель в итоге в условиях отсутствия грамотных институтов и стандартов качества приводит рынок к рыночному равновесию, а в результате у нас происходит схлапывание рынка как такового. собственно говоря, это главный вывод, который мы хотели на сегодня сделать. Ну, и выход из этой ситуации очень простой. Нужны правила. Но возникает вопрос, а какие правила? То есть, мы же не можем вернуться к системе старых государственных стандартов, потому что сейчас колоссальная дифференциация, вы привыкли к йогуртам со вкусом киви, мороженого и так далее. И если сейчас ввести стандарты, что йогурт только один, я думаю, что многие из вас выйдут на Майдан. Поэтому новые правила, они должны соответствовать современным технологическим и рыночным условиям. И здесь это уже как говорится тема отдельной дискуссии. Мы предлагаем разрабатывать вот эти правила на основе взаимодействия как раз власти, бизнеса и общества. То есть, путем стимулирования некоммерческого сектора, путем развития потребительской культуры и ответственности, чем мы сейчас занимаемся, мы можем собственно говоря улучшить координацию с помощью рыночного механизма. То есть, если потребителям рассказывают то, что вот тот продукт, который они на самом деле потребляют, это не есть тот продукт, за который они заплатили деньги, то есть, качества не репрезентирующие, а имитирующие качества, тогда, возможно, когда-нибудь через лет 5 мы будем получать то качество пищевых продуктов, которые, например, есть в Европе. А у нас, к сожалению, пока только так. Вот. Ну, и я специально закончил пораньше, чтобы дополнительные вещи оставить на вопросы. не стал там уподобляться в конкретные потребительские практики, потому что это очень долгая дискуссия. Вот. Ну, и если у кого-то есть вопросы относительно этих моментов, я с радостью отвечу, потому что у нас достаточно обширный полевой материал по данным технику. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ